Всем привет! С вами канал Выживание и сегодня на моем обзоре нож Аргунт 2 от компании ООО ПП Кизляр. Сейчас я проведу с ним ряд тестов, расскажу о ноже подробнее, поделюсь своим мнением. И прежде всего выражаю благодарность брендовому магазину Кизляр Найф и лично Андрею Орлову за предоставленный образец на тестирование. Ссылочку на брендовый магазин и другие информационные ресурсы я оставлю ниже в описании. Итак, что мы имеем? А имеем мы один из вариантов универсального походного ножа в стиле американского Танто по версии ООО ПП Кизляр. Начнем по порядку. Ножны. Аргунт комплектуется типовыми ножнами от ООО ПП Кизляр, о которых я уже многократно рассказывал. Но для тех, кто впервые на канале, вкратце и повторюсь. По моему мнению, данные ножны представляют собой сочетание классики и современности. Пошиты они из толстой натуральной кожи. Внутри имеется пластиковая вставка-пенал, куда, собственно, и входит сам клинок. Прошиты по периметру. В нижней части имеются два люверса, через которые продевается вот такой вот запас паракорда, который по определению не будет лишним в любом походе. Фиксация ножа в ножнах осуществляется за счет клипса замка в устье и дополнительного тренчика на шпеньке. Но даже если расстегнуть этот тренчик, нож отсюда не выпадает. При любых трясках, вращениях и других манипуляциях клинок надежно удерживается. Входит и выходит с характерным отщелкиванием. Для удобства извлечения здесь имеется вот такой вот выступ с насечками, чтобы с помощью упора большим пальцем более комфортно извлекать клинок. Система подвеса представлена в виде классической кожаной шлевки, позволяющей продеть сюда ремень до 5 сантиметров шириной включительно. Итого, в общем и целом, простые, надежные и утилитарные ножны. Мне нравится. В общих чертах клинок имеет геометрию американского танто с парой особенностей. Первая особенность заключается в понижении линии обуха к острию, что совершенно не характерно для ножей в стиле танто. И вторая особенность заключается в снятых фасках также по обуху, которые носят исключительно эстетический характер. Общая длина клинка составляет 16 сантиметров, толщина по обуху 4,8 миллиметров, спуски от середины вогнутые, сталь клинка традиционно АУС-8, зеркальная полировка, тип монтажа всадной через всю длину рукояти с фиксацией стяжным винтом в торце. Рукоять классической формы в сечении бочкообразная с расширяющимся навершием. Выполнена она из эластрона. По всему периметру имеется ряд насечек для улучшения цепкости. В передней части имеется металлический больстер, в задней части пяточка-упор, который предотвращает выскальзывание вашего ножа во время работы. С рукоятями данного типа я уже неоднократно работал, и они прекрасно себя зарекомендовали в плане удобства и цепкости. Ну что ж, а теперь давайте проверим эффективность этого тантоида в деле. Начну традиционно с проверки базовой остроты из коробки, так как считаю, что абсолютно каждый покупатель хочет знать, на какую остроту ему рассчитывать, покупая данный нож. Порежем стандартный лист формата А4. Друзья, я думаю, вы уже прекрасно заметили, что, в общем-то, Аргун имеет достаточно хороший уровень заточки. Несмотря на то, что это внушительная каркалыга с толщиной по обуху 5 мм, заточка у него очень неплохая. В общем-то, я думаю, даже местами бритвенная. Что и требовалось доказать. Конечно, заточка этого ножа не идеальная, всё-таки бумагу немножко он махрит. Но, тем не менее, 5 с минусом я бы вполне уверенно этому ножу поставил. Фактически любой современный турист и бушкрафтер имеет с собой определённый запас верёвки. Конечно, это преимущественно паракордовый шнур диаметром 5 мм. Но у меня есть вот такой вот канатик, точнее, огрызок каната из лняно-пеньковой верёвки, который я сейчас порежу ножом и посмотрю, как он будет справляться с этой задачей. И думаю, я не открою для вас Америку, если скажу, что канат и войлок способствуют быстрой посадке режущей кромки. В общем, заодно давайте разберёмся и с этим вопросом. Ну, поехали! Друзья, я бы не сказал, что делать эту задачу легко, но делать можно. Конечно, есть определённые трудности. Объективно, в выполнении этой задачи я бы Аргуну поставил, наверное, 3 балла. Но, тем не менее, в походе там 3-5-7 резов этим ножом вы сделать сможете. А больше вам вряд ли когда-нибудь потребуется. Ещё один тест на прочность ножа. А если точнее, тест на устойчивость к критическому боковому излому. Или, как ещё говорят, тест на дурака устойчивость. Друзья, напоминаю, что мой вес вместе с одеждой составляет порядка 98-99 килограмм. Исходя из этих цифр, и будем делать заключение. Давайте ещё раз для надёжности. Итого. Под воздействием моего веса клинок не согнулся, не сломался и не деформировался. Повторюсь в очередной раз, что в этом плюс стали АУС-8, что там, где более твёрдые стали могут сломаться, эта сталь имеет свойство прогнуться и вернуться в исходное положение. Ну и без строгания древесины мы тоже обойтись никак не сможем. Однозначно, выполнение этой задачи является одним из важных критериев для любого ножа. Как минимум, в походе часто возникают задачи, при которых нужно что-то подтесать, подстругать, может быть, заточить какие-то колышки и так далее. Ну и плюс этот тест даёт общее понятие о геометрии и способности ножа к резу как к таковому. В общем, давайте разбираться. Ну что ж, друзья, в общем и целом нож строгает, имеет рез умеренной агрессивности, снимает также размеренную стружку. Однозначно буду вам рекомендовать переточить этот нож под общий угол ориентировочно 30 градусов. Здесь, в базовой заточке, я думаю, что ну не меньше 45, это точно. Если переточить этот нож, я думаю, показатели его реза как минимум в два раза станут лучше. В плане удобства рукояти, я уже, в общем-то, не раз говорил об этих рукоятях. Удобные по объему в руке меня очень даже устраивают также по размеру. Лично для моей кисти эта рукоять очень удобна, ухватиста и достаточно цепкая, благодаря эвострону. Из руки не выскальзывает. Итого, по строганию этому ножу я бы поставил 4 с плюсом, пожалуй. И повторюсь, переточка данного ножа под общий угол в 30 градусов, я думаю, вывела бы этот нож на твердую пятерочку. На данный момент вот такие вот стружки он снимает. В общем-то, этот нож строгает неплохо. Но если хотите увеличить этот показатель, то однозначно рекомендую переточку. Еще хочу разобраться в устойчивости остриях к критическим боковым нагрузкам. Сейчас я поковыряю древесину под разными углами и задам эти самые нагрузки. И с помощью этого мы сможем оценить, насколько надежное острие у Аргуна 2. Ну что ж, поехали. Субтитры сделал DimaTorzok. Ну, я думаю, достаточно. А теперь давайте посмотрим внимательно. Абсолютно никаких изменений на острие нашего тантоида я не замечаю. Отсюда делаю простое заключение. Его носик надежен и устойчив к критическим боковым нагрузкам. А теперь задача, без которой не обходится никто. Ее выполняет фактически, ну, наверное, 99% всех пользователей. именно работа по полевой кухне. Буквально несколько продуктов сейчас порежу с помощью Аргуна, чтобы не превращать мой обзор в какое-то кулинарное шоу. Но, тем не менее, думаю, нам этого хватит, чтобы сложить мнение о пригодности данного ножа в этой среде. Буквально несколько продуктов сейчас порежу для того, чтобы не превращать обзор в кулинарное шоу. и почищу картошку для начала. Картофель молодой, шкурка тонкая, чистить неудобно. Но, тем не менее, чистить можно. И, как всегда говорил, повторюсь в очередной раз, что чистить картошку удобно ножами с длиной клинка до 10 сантиметров включительно. всё, что длиннее, уже вызывает определённый дискомфорт. Но ни в коем случае это не значит, что вы не сможете почистить. Сможете, конечно. В плане нарезки прекрасно себя показывает аргун. В общем-то, его режущая кромка отчасти схожа с режущей кромкой любого кухонного ножа, поэтому резать им в общем-то удобно и легко. Друзья, у меня, к сожалению, хлеб уже порезанный, батон закончился, поэтому я его помельчу условно на гренки или сухарики, которые будут прекрасно обжарить на костре. Ну и, пожалуй, стратегический продукт на все времена сало. Сегодня у меня копчёное сало, которое я особенно люблю. Особенно, если его грамотно закоптили. А это сало закоптили очень грамотно. Коптят мои родственники. Коптильные уже, наверное, лет 20, если не больше. В общем, все технологии там выдерживаются по старинке как положено. Итого, с нарезкой продуктов фаргун справляется без проблем. Данный нож будет весьма уместен в том числе и при полевой кухне. А теперь проверим эффективность острия в плане пробития. Проверять я буду в два этапа. Первым этапом я постараюсь пробить брикет из пяти слоев толстой чепрачной кожи. Суммарная толщина здесь около трех сантиметров. Задача, в общем-то, непростая. И вторым этапом я буду пробивать стандартный профильный лист металла. В общем, давайте посмотрим, на что способна танта вот в таком варианте исполнения. раз, два, три, четыре, пять. Несмотря на то, что здесь мы имеем такое достаточно угловатая танту, пять слоев прошиб без проблем. Я думаю, достаточно входящие и сходящие. Давайте теперь внимательно посмотрим на острие или на носик нашего тантоида. А ему все абсолютно нипочем. Ну, в общем-то, и неудивительно, исходя из его толщины. Легко защищенные цели данным тантоидом проколоть можно. Разделочный нож должен разделывать. Для большинства охотников и для меня лично будет особенно актуально знать, насколько пригоден данный нож при разделке туш животных. И проверить это можно одним единственным способом разделать тушку животных. И традиционно, чтобы разобраться с этим вопросом, мы обратились за помощью к обвальщику с 15-летним стажем Михаилу Ивановичу. Сейчас с его помощью мы разделаем вот эту тушку свиньи и разберемся в этом вопросе наверняка. тушь. 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 Ну и давайте контрольный заруб в половину клинка. Есть контакт. Итого, с батонинком у Аргуна все в порядке. Этим ножом батонить можно. Друзья, я думаю вы уже заметили, без моих комментариев, что с помощью Аргуна можно легко, просто и непринужденно делать огненные перья. Друзья, обувь завальцован, высекать искру не получится, придется жертвовать какой-то частью режущей кромки. Пожалуй, я пожертвую носиком. Как обычно, простой ватный диск без каких-либо пропиток и тому подобного волшебства. Продолжение следует... Продолжение следует... Я думаю, вам все прекрасно видно без моих слов. Добавить мне тут больше, в общем-то, и нечего, кроме того, что я говорю всегда. Выполнение этой задачи будет всегда актуальным, так как без разведения огня в походе у вас не будет ни тепла, ни пищи. Аргуном, в принципе, можно высекать искру, но для этого придется пожертвовать каким-нибудь небольшим участком режущей кромки. Ну и, пожалуй, крайний на сегодня тест, который я делать особенно не люблю. Тест на вскрытие жести консервной банки. Делаю я это исключительно для того, чтобы понимать, что станет с режущей кромкой вашего ножа в случае, если вам придется выполнять по тем или иным причинам такое техническое действие. Останется ли после этого ваш нож работоспособным? И, как всегда, в стотысячный раз всем напоминаю, что вскрывать консервные банки нужно консервными ножами. Поехали! Ну, консервная банка вскрыта элементарно, в этом я абсолютно не сомневался. Давайте посмотрим, как это отразилось на режущей способности. Да и, в общем-то, как нож строгал, так и строгает. Каких-то явных изменений я не замечаю. Да, и, друзья, если вы обратили внимание, я режу именно той частью, которой вскрывал консервную банку. А то сейчас, как всегда, найдутся эксперты, которые будут мне доказывать, что я вскрывал одной частью, а строгал другой. Ну, и давайте внимательно посмотрим на режущую кромку. А на режущей кромке никаких изменений я не замечаю совсем. Никаких сколов, замятий, заминок и так далее. Конечно, во многом этому способствует базовый угол, который здесь, ну, не меньше 45 градусов, это точно. Если переточить под 30-ку, так хорошо режущая кромка уже держать не будет. Но нож будет строгать на порядок лучше. В общем, при данной базовой заточке удержание режущей кромки на хорошем уровне. И если в походе вам придется вскрыть одну-две консервные банки, от этого ваш нож сильно не пострадает. Подведем итоги. На основании проведенных мной тестов могу заключить, что нож Argun 2 можно считать универсальным походным ножом, который подойдет широкому спектру пользователей. Каких-либо явных недостатков по данному ножу в ходе тестирования мной выявлено не было, но остается такой условный недостаток, который, в общем-то, прослеживается на большинстве продукции ООО ПП Кизляр. А именно, толстое сведение на режущую кромку и базовый угол заточки, которые, по моему мнению, надо делать гораздо меньше. О достоинствах данного ножа мы уже подробно говорили в ходе тестирования, но, пожалуй, вкратце еще раз их обозначу. Прежде всего, это универсальность, во-вторых, это утилитарность и простота, и сюда однозначно стоит отнести общую надежность конструкции и ножа в целом. И, подводя общий знаменатель, добавлю, что этот нож подойдет туристам, путешественникам, охотникам, милитаристам и всем любителям активного отдыха на природе, а также всем тем, кто предпочитает простой, надежный и утилитарный рабочий инструмент без украшений и прочих изысков. Друзья, если у вас остались еще какие-либо вопросы по данному ножу, пишите смело в комментарии, я постараюсь оперативно на них ответить. Также напишите, на какие еще ножи вы хотели бы увидеть обзоры на нашем канале, я постараюсь это учитывать при дальнейшем планировании видео. Ну и по традиции, если видео было вам интересным и полезным, поддержите развитие канала своим лайком, подпиской. А на этом я с вами прощаюсь и, как обычно, желаю вам счастья и крепкого здоровья. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова